Федерация футбол Вы говорили в докладе, что эта ситуация наносит удар по имиджу, но мы готовы идти до конца в этом вопросе. Насколько тяжело это дается решение, поскольку удар по имиджу очень серьезный? Вы видите нападки со стороны некоторых СМИ на федерацию, о том, что именно при этом руководстве федерации случились эти скандалы. Но вместе с тем еще раз хочу подтвердить принципиальную позицию федерации. Несмотря ни на какие имиджевые потери, мы будем безапелляционно бороться со всеми случаями манипуляции матчами в футболе. Из вашего доклада уже пошло по интернету цитата про стадион «Динамо». Сейчас можете хоть немножко приоткрыть завесу тайны в эксклюзивном трансляции для БФФ? Что там изменяется и как там все проходит? Дмитрий, я боюсь спугнуть. Спугнуть я тоже с большой надеждой жду этих новостей. И нам всем вместе надо следить за лентами информационных агентств. И я думаю, через два месяца мы услышим хороший сюрприз про долгожданный национальный стадион. Сергей Николаевич, если простыми словами для людей объяснять ситуацию с бюджетом, как бы ее обрисовали за год? То есть финансовое состояние ситуации? Финансовое положение ассоциации стабильное. Несмотря на то, что мы в прошлом году закончили реализовывать такой масштабный проект, как строительство технического центра, мы выполнили все другие обязательства, которые были возложены на БФФ. Поэтому в 2017 году бюджет, скажем так, менее напряженный, но все равно разрыв финансирования 1 миллион мы планируем закрыть за счет кредитов. Думаем, что в 2018 году нам внешнее финансирование уже не понадобится, и мы будем своими силами обходиться, в том числе при реализации инвестиционной программы, такой как строительство воздухоопорных манежей. И последний вопрос. Мы можем немножко анонсировать то, что произойдет во вторник. Как раз много сейчас говорится об информационном партнерстве. Инстат присоединился. Я знаю, что Белсиликом во вторник будет сотрудничать с Федерацией. Да, мы планируем во вторник в два часа подписать знаковое соглашение, поэтому предлагаем всем смотреть за этим большим событием и очень надеемся, что это будет еще одним шагом по популяризации белорусского футбола.